Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Он сегодня стал бряться, они немощные, то есть у них сусликов, я знаю, они моргуют, кроликов, у них не употребляется это в пищу. Осуждать их за это нисколько не стоит. А они, в свою очередь, конечно, осуждали вот этих совершенных невоздержанностей. Вот, не могут воздержаться от свинины или что-то. И Павел их примеряет. Сегодня, конечно, да, тот, который отказался от мяса, от свинины, он считается более таким совершенным, что ли. Но в то время он считалось, наоборот, из-за употребления в пищу одних животных можно было употреблять, а других нельзя. Это ради блага, потому что здесь сейчас ради благочестия. Тогда это именно из-за неверия в Христа, то есть из-за слабой веры во Христа. То есть они не могли отказаться от, отойти уже от закона Моисеева. Ну, сегодня мирские люди, сегодня православные от мирского закона не могут отойти. Обязательно надо праздновать Новый год, к примеру. Не могут отойти, то есть они немощной вере. Понятно? Дальше читаем. Римлянам 14.5 Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равном, всякий поступай по удостоверению своего ума. Толкование. Одни изнуряли себя неедением или воздерживались от свиного мяса в известные дни, а другие всегда принимали пищу и осуждали постившихся. Об этом говорит, что об этих говорит, что один судит, а другой иначе. Тогда как дело здесь безразличное. Поэтому не должно нападать на братья из-за этого. В этом снисходит укоряемым, потому что они были еще на вы в вере. Когда речь идет о догматах, мы не должны поступать по удостоверению собственного ума. Мы должны твердо содержать то, что получили. Хотя бы ангел с неба стал благовествовать на мноя. А здесь речь идет о яствах и постах и тому подобное. И притыкающиеся об это еще на вы в вере и нуждаются в снисхождении. А потому надлежало сделать им некоторое послабление относительно жизни, устроенной по всей точности. Ну вот здесь надо, конечно, различия делать между тогдашними постами. То есть они-то не сегодняшними. То есть их не нужно отразделять. Те постились, ну тут так толковательно много объясняют, что они воздерживались от мяса, потому что не верили во Христа, что он разрешает теперь вкушать ранее запрещенные виды мяса. Они не верили, не могли в это поверить. Когда он помнит ли видение на полотне с неба, животные спускались по столу. И он говорит, я с детства не ел ничего нечистого. То есть были животные чистые и нечистые. Нечистое животное, если ты вкушаешь, то это грех тогда был. И он говорит, я никогда не ел ничего нечистого. Господь ему говорит, закали и ешь. Он опять говорит, закали и ешь. То есть это было прообразом того, что и языческий народ тоже Богом будет принят в церковь свою. Слав, добавишь вот этого W8V3? А у меня где-то есть что ли? А, это мне сообщение пришло. Угу. Так, это вот. Вопросы по прочитанному нет пока. Так, вопросов нет, да? Идем дальше, значит. 6 стих. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. Толкование. Кто, говорит, различает дни, для Господа различает. Как благоговейный. И кто не различает дни, для Господа не различает, как совершенный, уже во Христе, и возвысившийся над законными наблюдениями. Об одном только говорит, спрашиваем, для Христа ли делают это, и благодарят ли Бога едущие и не едущие. Ибо совершаемое так не подлежит обвинению и оклеветанию. Говорит это, как я сказал, потому что римляне еще на вы были в вере, но скрытным образом наносит удар и придерживающимся им действиям. Благодарить тому, кто придерживается еще закона. Следовательно, благодарить только тот, кто ест. Вопросы. Римлянам 14 глава 7-8 стих. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем ли для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господний. Толкование. Мы имеем, говорит Господа, который печется о нас, и который почитает жизнь нашу приобретением, а смерть нашу потерей. Ибо мы живем или умираем не для себя только самих, но и для Господа. Жизнью называют здесь жизнь по вере, а смертью отпадение от веры. Посему Господь отнюдь не попустит, чтобы мы умерли по вере. Окажущиеся немощными, отпали от нее. От смерти по вере переходит к смерти естественной. Ибо об этой рассуждает теперь. Живем ли, говорит, естественной жизнью мы Господни. Умираем ли мы естественной смертью, Господу же принадлежим. Вопросы. Римлянам 4.9. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Толкование. Это говорит, пусть уверит тебя, что Господь печется об исправлении немощных. Ибо кто пролил кровь и умер, чтобы быть Господом нашим, тот может ли не заботиться о тех, которые сделались его рабами? Это похоже на то, как обыкновенно говорим. Возможно ли кто-нибудь, возможно ли, чтобы кто-нибудь не заботился о рабе своем, за которого заплатил так дорого? И если говорит заботиться об умерших, то тем паче о живых. Все это говорится с целью пристыдить иудействующего христианина, и убедить его обсудить, как неблагодарно поступает он в отношении к умершему за него Христу, продолжая держаться закона. Вопросы. Римлянам 4.10. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». Толкование. «Ты не идущий, что осуждаешь брата своего, ядущего, как невоздержанного за то, что он ест? Он брат. Ты не должен уничижать. Собственный свой член. Разве ты даешь за него ответ? Он сам предстанет на суд и сам понесет наказание. «Видишь ли, как обращая речь к совершенному, наводит страх на самого иудействующего, как имеющего дать отчет на страшном суде?» «Вопросы?» «Всё с римляне, или у нас обстановка другая?» «Всё с римляне, или у нас обстановка другая?» «Пожалуйста, братья, встречайте, кто знает ответ на сей вопрос». «В первую часть что-то плохо было слышно?» «Повторите вопрос. На момент написания послания, кто были римляне? Много ли там было его действующих? Много ли было христиан? Убивали ли христиан?» «Ну, на вторую часть только можно ответить. Ну, тут кто-то может, знает. А вот на ту часть, что отличаясь от римлян, мне кажется, вообще ничем не отличаемся. Такой же римский мир у нас сейчас точно такой же. Вот если по всем взять, тоже так же, блуд преобладает, тоже так же, эти всякие, как называют, увеселения, театры и прочее. Всё то же самое». «Челевоугодие». «Можно, Серёжа, сказать?» «Можно, конечно». «Мир всем». «Значит так, ну, отличие в том, что брат Вячеслав сказал, конечно, никакого нету, может быть, даже хуже. Но отличие очень большое в вере в Бога. Они были настоящие верующие люди, в Богов. То есть, если сейчас у нас мы говорим неоязычество, то есть о новом каком-то языческом культе, это культ самого человека и всех излишков, которые вокруг него. То там были настоящие боги, которым люди ходили, поклонялись и исполняли их заповеди. В этом было, конечно, апостолам намного легче беседовать с этими людьми, говоря им о Боге. Они легче воспринимали это. Именно серьёзно воспринимали. Никак сейчас отмахиваются и говорят, да чего вы там какой-то Бог. То есть, надо ещё доказать, что Бог есть. А им не надо было доказывать, что Бог есть. Они, римляне, и так знали, что есть и не один Бог, а у них было 500 там с чем-то богов. Чуть ли не почти 600. Они сказали, давайте поставим Христа, статую сделаем и будем поклоняться как одному из богов. Поэтому в этом плане, конечно, было... Сколько было иудействующих? Иудеев было на тот момент довольно-таки много. Ну, какие там цифры, не могу сказать. Ну, тысячи были в Риме. Рим всё-таки столичный город. Во-первых, туда были отправлены иудеи, которые там участвовали в всяких восстаниях. Во-вторых, там были торговцы, их дети и так далее. Возьмём апостола Павла, он в Антиохии был, это римский город. Отец у него уже был римлянином, поэтому он родился римлянином. У него уже было римское гражданство, о чём он говорит в Деяниях Святых Апостолов, когда его взяли и били. И он сказал... Ну, там дальше все это знаете, кто читал Деяния Святых Апостолов. И он говорит, я римский гражданин, и вы меня оскорбили публично, а теперь тайны хотите отпустить. Вот это говорилось, говорится о том, что... И он был фарисей, то есть отец его тоже был фарисей. Это очень важно для этого понимания, для рассмотрения этого вопроса. Ну и мы потом идем дальше, совсем по-немногому прохождению времени. Гонение будет на христиан и на иудеев именно. Это 64-й год при правлении Нерона, когда там потом будет Рим сожжён, его там обвинили христиан, а под христиан там и до этого уже иудеев не принимали. Там говорили, что поклоняются они там ослиной голове, это про иудеев, а про христиан, что они младенцев режут, едят, кровь их пьют и так далее. Ну все это издержки нашей с вами веры, которую надо знать досконально, а не слухами пол наполняться. Ну поэтому что ещё? Убивали или нет? Ну конечно убивали, не просто убивали, их распинали потом. Но и до этого тоже не очень щадили. То есть их было там какое-то даже постановление, ещё гнать иудеев до того, как даже появились христиане. Потому что их вера была не такая, они же тоже не принимали этих богов, а поклонялись только Егове. Так, ну ещё не знаю, что сказать, но всё. Попутно, брат, ещё, если знаешь, расскажи о римском праве. А да, да, ещё римское право. Вот то, что брат сказал здесь, что там у них там блуд был и так далее, да, они там уже мужеложство, об этом апостол Павел говорит. Но римские императоры иногда делали такие законы высоконравственные. Этими законами запрещалось, запрещались некоторые там союзы, допустим, там близкие союзы родных там, потом дальше запрещалось изменять жене, прям законом запрещалось это всё, женам, мужьям и так далее. То есть у них это как-то вот приравнивалось, что муж не должен изменять, что жена. Да, они к женщинам относились очень серьёзно. Не так, как, допустим, у иудеев было, или сейчас у мусульман. Поэтому законы принимались очень тщательно у них. И сейчас римское право до сих пор действует, его сейчас юриспруденцию изучают именно на основе римского права в основном. Ну и, как мы знаем, что удерживающее, это как раз римское право, то есть вот эта законность, которая поддерживается Духом Святым в людях, пока существует это римское право, поддержанное Духом Святым, будет существовать этот мир. Как только это отойдёт, наступит этот хаос антихристов. Ну и всё начнётся как в Кампучи или как при коммунистах у нас здесь, в России. Да и не только в России, во всём мире. То есть Дух Святого сойдёт, законы всякие напринимают. Слушай, ты опять поспешил. Я тебе говорю, как было, а не как будет. И как будет именно, да, так, как при коммунистах, как в Кампучи, как в Северной Корее. То есть людей не будут считать за людей, будут с концлагеря и так далее. В Америке сейчас, в Европе, этого, Серёжа, нету, поверь мне. Там этого нету. И никогда не было. У них церкви стоят тысячелетия на своих местах. Их никто не ломает. Люди туда ходят. Будут ломать, я говорю, не сейчас. Ну это всё будет, я это и сказал. Ты опять как-то передёрнул так. Нет. Я тебе говорю примеры, которые были, которые антихрист уже откатал на людях, что людей можно до этого свести. Это, во-первых, Франция, революция французская. Потом русская революция страшная. После неё Кампучия, Северная Корея и Кампучия. Вот эти страшные просто... Ну и кое-где в Африке там ещё недолго были. Это страшные режимы коммунистические. Все коммунистические, как одно. Брат Игорь, а можешь рассказать ещё про англосаксонское право? Есть, ну, как бы, что-то отличие есть какое-то? Ну а какое может быть отличие, когда англичане всё переняли у римлян? То, что они их там прогнали в своё время, это... Ну что значит, если они там правили 4 века с лишним римляне? Они уже стали римлянами англичане. И чем оно отличается там? То, что там им король, сам папа у них, сам главный, кинтерберийский этот, как он считается, епископ, глава церкви, там чем они отличаются? Я даже не могу тебе сказать. Ничем не отличаются, я думаю. Ну какие-то законы, они в разных странах, везде есть другие. Я говорю тебе про основное право, которое взято у римлян, также и англичанами тоже, и русскими, и шведами, и всеми, короче говоря. Ну кроме, может быть, там где-то африканских государств, которые еще там, папуасы эти, племена еще, язычество сплошное. Хотя, в общем-то, много там и христианства уже. Ну не православного, естественно. Но если ты что-то больше знаешь, ну расскажи, какое отличие, я не знаю, но оно стоит там тут его муссировать. Да нет, я просто знаю слово такое. Да, это чисто патриотическое, так как они завоеватели мира, они себе придумали, да и все. Ну что может быть выше римского? Да ничего, римляне. Римляне усовершенствовали греческое, выше греческого ничего не было. Что культура возьми, что суды и так далее. Ну возьми сейчас у мусульман, руки там рубят и так далее. А здесь пришли более к гуманному, тюрьмы хоть начали строить. У них ничего этого не было. Тюрьма была только как пересылочной базой куда-нибудь, на казнь какую-нибудь и все. А здесь тюрьма как исправление. Это все римляне придумали. Я не говорю, что римское право, оно совершенное, оно и не может быть им. Но оно держит людей в повиновении государству. По-другому никак. Потому что те, кто не верует в Господа, их надо держать в этом повиновении. Ну нас зачем держать? Меня чего держать? Я ничего не делаю. Не ворую, ничего. Не участвую нигде. Даже придут меня арестуют. За что? Спрашивается. Найдут за что? Благодарю, Игорь, за ответ. А еще правильно понимаю, что в послании все-таки времена не ровно написано, предположительно. 58, какой-то такой год. Продолжаем. Римлянам 14, глава 11-12 стихи. Ибо написано, «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». Толкование. «Что мы будем судимы, как рабы, господином, об этом говорит, свидетельствует пророк. Будет исповедовать, то есть даст отчет в сделанном им, кому? Не закону, но Христу. И так, зачем же ты подчиняешься закону?» Вот такой вот вопрос Павел задает, что если... Ну, здесь он не конкретно говорит, что даст отчет Христу, но контекст такой, что ему нужно было вот этих римлян и у действующих отратить от закона и подчинить Христу. И он говорит им, что ну, что ты судишь от этого немощного? Он будет пред Христом отвечать. А раз будет он пред Христом отвечать, то зачем тогда ты подчиняешься закону? И он укоряет от этого не идущего мяса. Можно я немножко тут прокомментирую? Да, конечно. Дело все в том, что мы очень отдаленно напоминаем тех верующих, какие вообще верующие были, когда гонения были и так далее. Дело все значит так обстоит, что иудеи, если не соблюдали закон или хотя бы не делали попыток соблюдать закон, они должны были подвергнуться сразу наказанию смерти. Ну, почти всегда. Поэтому соблюдение закона, хотя бы видимости, закона в некоторых местах, а некоторые, конечно, в основном соблюдение было полное, там субботу не пройти и так далее, не собирать, там ничего не работать. Они даже до того доходили в книгах маковейских, что они даже не сражались за свою жизнь в субботу. Потом уже общим постановлением приняли решение сражаться маковеи. И начали сражаться, а до этого, пока не сражались, там тысячу их убили вместе с детьми, с женщинами убивали язычники. Поэтому исполнение закона это у них уже было в крови. Это уже тысячелетия они исполняли, поэтому это в них оставалось. И для этого нужно было переломить это и показать, кто важнее, чем закон, Христос. Ну вот как допустим вопрос задавала евреянка Игнатию Тихоновичу, когда сказала а если бы вы в то время были, пришел бы Христос, вы бы его приняли в дом? Ну конечно принял. А как бы его приняли? Как Бога? Ну Игнатий Тихонович подумал и как здравомыслящий логический человек и верующий сказал да, если бы я исполнял законы иудейские, то я бы не смог его как Бога принять. Как бы я на это пошел, когда не было таких прецедентов и конкретных пророчеств таких, чтобы прямо указало на то, что Бог придет к тебе, тоже нету. Хотя они есть, но прикровенные. И поэтому апостолу Павлу приходится так много и долго уговаривать их и показывать на Христа, все время указывать. Хотя по идее они христиане иудействующие, они сами должны знать кто такой Христос. Но вот это вот внутри исполнение обязанности исполнять закон, дисциплина, вот это, как у японцев. Ее можно было переломить только постоянными сведениями о Христе, проповедями. римлянам 14 глава, 11-12 стих. Ибо написано «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Так, это я прочитал, да. Римлянам 14-13. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Толкование. «Оба, говорит, оставьте существующую между вами распорю. И не ты, едущий все, не подавай несовершенному случая к преткновению, как сильно укоряющий его. Не ты, не едущий всего, не подавай брату случая к соблазну, как наблюдающий иудейское. Преткновение и соблазн взаимно приличны тому и другому лицу». Римлянам 14-14. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Толкование. «Научив, что не должно укорять немощного, учит, наконец, о пище и наставляет слабейшего не бояться и не страшиться ее, как нечистой. Я знаю и уверен не по человеческим умозаключениям, но в Господе Иисусе, что есть, быв научен и удостоверен Господом Иисусом, что нет ничего в себе самом нечистого, то есть ничего нет нечистого по природе, но делается нечистым от произволения употребляющего». Для него одного иск верно и нечисто, а не для всех. Вопросы. Римлянам 14-15. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твоею пищу того, за кого Христос умер». Толкование. Здесь обращает речь к совершенному паучая, хотя бы снеди тысячекратно не были нечисты по природе, однако тебе надлежало воздерживаться от свиного мяса, чтобы не огорчился соблазняющийся брат твой, если только хочешь ты сохранить любовь. Ты, спором о пище губишь и развращаешь брата, который так ценен в очах Христа, что он умер за него, ибо тот, замечая, что ты ешь свиное мясо, в противность ему становится упорнее и потому опасаясь, чтобы не отпасть от Христа, всецело привязывается наконец к закону. Вопросы? А если мы на грехи переведем это? Согрешаешь, брат соблазняешь. Вот ты сам говоришь, сам не делаешь. На эту тему может быть какие-то пример, который у вас есть. Безусловно, своими грехами мы других соблазняем. Горе, через кого соблазн написано. Если ты делаешь какой-то грех тайный, то ты перед Богом сережа, я тут тоже скажу немножко. Дело все в том, что тут говорится о свином мясе. А Господь сказал, что чистое, не почитайте нечистым. Все чистое. То есть есть можно и свиное мясо тоже. Но разговор идет о любви к брату просто. Иудеи никогда не ели свиного мяса. И поэтому когда рядом там язычники и вообще ни в одной язычнике иудеи. Но если ты видишь, что это соблазняет его, ну что тебе это свиное мясо-то замени другим мясом-то, если любишь мясо. Ну брат-то твой, вот он рядом верующий. Но это не грех, это не грех, тот грех, о котором вы сейчас говорите, что кто-то там что-то не делает, не соблюдает, и это уже грех, ты должен подойти, выговорить брату и так далее. А здесь не об этом говорится, а здесь о совести говорится. Но если он поест свиного мяса, ну просто он не показал любви к брату, вот в чем дело. Как бы это потом дальнейшие последствия, а тут ты уже прямо о грехе говорите вы, это немножко не то. Так сначала рассмотрите весь вопрос, свинина греховна есть или нет, а потом дальше начинайте уже. Да, благодарю. Галевое. Нет, свинина не греховна, но если ты ешь ее на соблазн, знаешь, что вот это образ соблазняется, ну тогда наверное это грех. Грех не поедания свинины, а грех то, что ты соблазняешь брата, ведь он упорный становится, за закон хватается, вместо того, чтобы ко Христу прилепиться, он начинает тебе не верить. Ну а где здесь говорится, что грех то, тут ты прочитай грех и все это достанет на место, что мы додумывать то будем? Это не любовь, а не грех, а не грех. Ну как-то так надо рассматривать, но не надо тут приписывать то, чего нету, а то сейчас договоримся. Игнатия в монастыре в зарубежной церкви проверяли, Джордан Вилли, съест он свинину или нет, он поел, вот вам и здравствуйте, и вина попил, потому что если бы он это хулил, он бы был уже как его действующий и так далее. Это уже, вот это грех был бы, а он поел немного, выпил чуть вина, и митрополит говорит, все, вот сейчас попил, больше никогда не пей, все, мы видим, что ты правильно относишься к этому, ну а про свинину ничего не сказали, ну клюнул немного, да и все. То есть ты не считаешь это грехом употребление, а вы сейчас начали договариваться, так мне кажется, уже к тому, что, ну в общем ясно. Мы говорим о соблазне. Вот о нем и говори правильно, о нем только и говори, о соблазне. А у каждой есть немощные, есть сильные братья и так далее, есть которые от свинины, видать, его аж трясет, охота ему ее. У нас он есть, которые приносили прям сало в храм. Уж я как бы свинину не брезговал есть, но чтобы сало принести в храм на трапезу, это ни к чему, конечно. У нас что, другой еды нету? Ну потом, конечно, Игнатин запретил все это, перестали носить, даже колбасу. Сейчас уже ничего это не носится. Обязательно запретил. Римлянам 14-16. Да не хулиться ваше доброе толкование. То есть ты имеешь совершенство в вере, ибо он назвал словом доброе, посему не злоупотребляй совершенством своим и не подавай повода хулить его. Ибо если ты, будучи совершенным, губишь несовершенного, то подал повед хулить благо, которое имеешь Но ты понимаешь, что и учение наше благо, и что оно не желает подвергаться хуле со стороны неверных Когда они видят расколы и соблазны касательно пищи Вот, когда из-за пищи начинаются ссоры, распри, а вот со стороны смотрят, да что это за христиане там Они из-за куска мяса готовы в горло друг другу перегрызть И хула из-за этого, хотя не грех свинина, но зачем же ругаться-то из-за этого Видишь, что брат пока не готов свинину есть, ну и съешь ее в текушку дома-то, зачем на соблазны-то есть Сережа, у нас сейчас пример есть, очень добрый пример в этом плане Это отношение к мусульманству Мы к ним стараемся относиться как к братьям Конечно, это неудействующие христиане Но однако это люди, которые имеют такое описание, которое там что-то имеет от нашего Слова Божьего И поэтому вот Игнать Тихонович свинину именно ради этого не ел И многих-многих этим, как говорится, наставил Сейчас у нас очень многие не едят свинину Из-за того, что приходится беседовать с мусульманами И когда они говорят, вот там свинина, мы говорим, а мы свинину не едим Причем они нам почему-то верят Как ни странно Я вот был у себя в Аркеле, и у нас там были мусульмане Где-то 12 или 16 человек из Узбекистана Они все ели свинину, практически все Там может быть один-два не ели, но они тайно не ели ее А другие все ели прям свинину, подходили к столу, брали сало и так далее А я с ними беседовал и говорил, я вот сало не ем Потому что, ну, потому что хочу с вами быть на одном, как говорится, языке разговаривать Ну, как бы я никакого уважения этим не заслужил Потому что они не знали совершенно Корана никто Поэтому, ну, то, что не есть, они знали Но как бы они говорили так, что Ну, нам разрешается, что мы в путешествии, в больших работах Там далеко от Родины и так далее Аллах Родина остался Здесь он не видит Так они говорят Я еще от них слышал, что сейчас солнца нету Поэтому он не видит, можно Но это когда у них пост идет, Рамазан Тогда Тогда В это не верится даже Не, ну, у них есть такое, что Можно есть, а потом не есть там и так далее Пока там нитку не различаешь белой от черной Ну, это-то есть А ну, что, Аллах не видел Это я тоже слышал и прошел Но вот то, что они реально в это верят Это я не верю Вот как вот И вовсе, ну, в такие вещи Это уж однозначно Ну, это полуверный, так говорят Так же, как у нас же есть православные Шторка Я закрыл иконку И сметанки С холодильника в пост поел Ну, да, это и стоит И стою из той же оперы Да, то, что Аллах не видит Аллах всемогущий, все видящий Там написано Всевышний Господь и так далее Они об этом написаны везде Поэтому, конечно, это где-то Слышали звон и не знают, где он Да, как и у нас, совершенно верно Это, так скажем Еретики мусульманские Которые вот так вот верят Что Аллах не видит Так же, как у нас Еретики, которые думают Что Бог этого только Вот он с иконой видит И если ее закрыть Шторкой, то он и ничего не видит Это невежество просто И все, но и там И везде оно присутствует Римлянам 14.17 Ибо царствие Божие Не пища и питье Но праведность и мир И радость во Святом Духе Толкование Не этим заслуживаем мы Благоволение у Бога Если, говорит, ты не ешь То неужели это ведет тебя в царство Укоряя за то, что почитает Это важным Упомянул и о питье В царство Божие Вводит праведность То есть все добродетели Непорочная жизнь И мир с братом, а не вражда И радость, происходящая От согласия А не сколь, происходящая От укоризны Так как мир и радость Бывают и в худых делах То присовокупил Во Святом Духе Речь у меня говорит О мире и радости Во Святом Духе Великий Златоуст Глубоко объяснил Для чего упомянул Павел О правде Для того, говорит он Чтобы доказать Что не воздерживающийся От свиного мяса Обижает брата Относительно спасения Которое стяжал для него Христос Смертью Своей Посему С противоположной стороны Воздерживающийся Для брата Соблюдает правду Которая доставляет Вечное Царство Вот это Старообрядцам Знать И вообще Что Царствие Божие Не двоеперстие Треперстие На таком Притыкаться К примеру И вообще В такого Типа В вещах Ну да Как те Уцепились В эту Нечистую пищу Так и Старообрялся В два перста И все И Вот У нас Наше общине Уникальное положение То есть Равно Спасительная Церковь Упределила У нас В одной общине И из-за этого Никогда Раз Нету Потеряешь И никто Никого Не укоряет За эти Два Или три перста А вот интересно Что Вот это Как раз Что описывает Апостол Павел Вот этот Конфликт Можно сказать Вот именно Такое Произошло Вот Никоновская Реформа То есть Одни Навязывали Одно То есть А другие Не могли Там от этого Отойти То есть И Виноваты И те В итоге То есть Любви Отсутствие Любви То есть Одна Причина Поэтому Я считаю Что Отсутствие Любви Это Начало Греха Которое Привело К Кровопролитию Если До того Дошло Что Они Сжигали Себя Живьем Старабляться Чтобы Только Не попасть В руки Вот этих Троеперстников Никониан Потому Что Они Их Мучили И Они Ну как же Тут Греха Нет То есть Все Начинается Посмотрел На женщину С вожделением Уже Грех То есть Корень Греха Нужно Смотреть И корень Это Не любовь Не любовь К брату Свинину Есть Не грех Но Грех Есть На соблазку Что за него Христос Умер Он Брат Твой Ты Так Его Обижаешь И Хорошо Поступаешь Грех Это Нехороший Поступок Ну Если Режет Слово Ухо Грех Ну Не считайте Это Грехом Но Христос Говорит Кто посмотрел На женщину Уже Прелюбодействовал С ней В сердце И здесь Уже Не обидел Брата Не полюбил Кто Скажет Брату Рака Безумный Подлежит Гея Неогнина Как Не грех Поэтому Здесь Лучше Перебдеть Чем Недобдеть Ну Не про грех Здесь Говорится Ты Сам Видишь Соблюдает Правду И так Дарья Но Грех Слово Не Упоминается Так Что Ты Опять Немножко Перелопачиваешь Всякая Неправда Есть Грех Тут Не Говорится Неправда Нет Тут Этого Слова Вот Так Толкователь Нам Толкует Нет Узлова Неправда Ибо Царствие Божие Не пища И питье Но Праведность И мир И радость Во святом Духе А там Где Рас При Соре Там Уже Неправедность Там Правды Нет Раз Правды Нет То И Грех К Миру Призвал Нас Господь К Любви Друг Короче Грех Отличается Одни греха Тем Что Когда Грех Ты Должен Ити Каяться А этот Человек Он Не Будет Каяться Если Он Будет Есть Свино Мясо Понимаешь Потому Что Совесть У него Вот Так Он Совершенный Как Тут Говорится Если Он Настолько Совершенный И Брата Этим Обижает Дух Святой Коснется И Пойдет Каяться Не В том Что Он Свинину Ел А В том Что Ел 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 Собла Чего В этом Не Покаяться Я Вижу Ты Упорный Ну Давай Римлянам 14 18 Кто Сим Служит Христу Тот Угоден Богу И Достоин Одобрения От Людей Толкование Здесь Намекает Что Совершенные Укоряли Немощных Под Тщеславию Под Тщеславие Есть Грех Тебя Добавлю Если Хочешь Говорит Стать Предметом Удивления Для Людей То Возбуждай Их К удивлению Тебе Не Столько Совершенством Сколько Миром И Прочими Добродетелями Этим Именно Следует Служить И Благоугождать Богу А не Тем Что Ты Без Разбора Ешь Свиное Мясо Девятнадцатый Стих Итак Будем Искать Того Что Служит К Миру И К Взаимному Назиданию Толкование Амири Сказал К Несовершенному Потому Что Этот Не Имел Мира А К Взаимному Назиданию Сказал К Совершенному Чтобы Он Не Колебал Брата Соблазняя Его Впрочем Сказав К Взаимному Отнес Слово Своё Об этом К Тому И Другому Тем Что Что Сначала Упомянул О Мире А Потом О Созидании Показал Что Без Мира Трудно Назидать Римлянам 14 20 Ради Пищи Не Разрушай Дело Божие Все чисто Но Худо Человеку Который Ест На Соблазн Толкование Делом Божиим Называет Спасение Брата И Так Не Разрушай Оного Стижанного Для Него Богом И Притом Ради Пищи То есть Нежеланием Воздерживаться От Свиного Мяса Чтобы Получить Себе Пользу Сделав Строгое Запрещение Совершенному Убоялся Чтобы Немощный Не утвердился В худых Мыслях Поэтому Опять Обращается К догмату И говорит Что Все Чисто Но Худо Для того Кто ест С худой Совестью И после Того Как Соблазнился Ибо Несовершенный Почитающий Свиное Мясо Нечистым Если Ест По принуждению Больше Терпит Вред Поэтому Сначала Ты должен Разуметь Его Что Все Чисто Отметить Хочется Что Эти места Толкуют Сегодня Часто Православные Я встречал И в интернете В переписке О посте Как раз таки То что Допустим Кто постится И строго Постится Соблазняет Брата Непостящуюся Который Это я Много раз Уже Так Читал Буквально Ну не знаю Каждый Православный Практически Это место Приводит В пример В ответ Вот на Пост У меня мама Тоже Не грех Вовнутрь Грех Изнутри Тоже Такое Есть Не о посте Здесь Братья Речь идет Далеко Не о посте Поэтому Кто Изращает Священное Писание Ну что Еретикун Или как Его назвать В таком случае Неправильно Он поступает Превращает Вежда Ну или невежды Скорее всего По невежеству Они это делают А может быть И сознательно Они их же В семинарии Все равно Учат А чему Их учат Оправдывать Любой грех Они же Проходят Там Священное Писание Всяком случае Есть у них Предметы Поэтому Семь часов Пожалуйста Вопросы У меня вопрос Про работу То где работает И как это Сопоставить С Евангелем Потому что Я куда не сонусь Везде Беззаконие Воровство И прочие Всякие Вещи Причем Если не напрямую И ты взаимодействуешь Что Тест На кого-то Работаешь Обязательно Этим занимаются Но вы не участвуйте И все Больше еще тут нету То есть Что Не так ведут На работе У меня в жизни Никогда не было А у меня Трудовая была Она как резиновая В одном месте Шесть часов Чистился А печать-то Поставят Не участвуйте Тем более Там тебе легко Показать себя Когда Среди этого хлама Какая работа Опять же Я на стройке Работал Я просил У Бога Чтобы работа была Голова не занята Я механически Работал И все Приспособился Реконструкция Города идет От основания Города Это 3 километра Я не сажусь Обратно Иду пешком Пробил Просеку Себе Как дорожка Брюки Сделал Что не попадает Туда В валенки Снег И пешком Не слышу Ни матерков Ничего Отдельно Поставили Чтобы я никому Не говорил Отдельно Проводили Лэп Это линия Электропередач Здоровые Стоят Которые На Четыре Ноги Зимой Кувалда Клин Лом Лопата Все Вот и копаешь Там один Никому не мешаешь Размышляешь Молишься Поешь Поэтому У меня Навыка Нет на это Чтобы из-за работы Не так себя ведут И я ушел Ну матеряться Вот даже В камере Было Один день Не прошел Уже все Матерки Исчезли Они сами Следят Но и ты Повода не Давай Нигде Ни на чьей стороне Не стоит Ну это Говорится О лишенном Свободе А здесь Если я Свободен Тем более На любой Работу Я свободен Но куда пойти Работать Но Везде Какие-то Беззакония Воровство И прочее Понятно Как этим жить Давайте Проснись Милое Чадо Ой Скорее Ваши Спорт Давай Совсем Вот Стрела Надежда Васильевна Сейчас не Вылезти Уже Она будет Заходить И заходить Микрофон Не включи Иногда Тихо Да я Ничего Не отвечаю Я Володе Тут Передаю Что Дальше Будет Болеть Будет Еще Два Места Писания Хотел Сравнили Чтобы Середина Золотая Если Кто От своих Особенно Домашних Не печется Тот Отрекся От веры И хуже Неверного Первый Тимофей 5.8 А мне На это Отвечают И всякие Кто оставит Дома Или братья Или сестера Или отца Или мать Или жену Или детей Или земли Ради имени Моего Получит Вас Сто Крат И Наследует Жизнь Вечная И что В этом Противоречие Ну Я Противоречие Не вижу Но Скажем Так Вот Если Определяться В избрании Пути То Мне Как-то Первый Ближе Чем Второй То есть Есть Домашние Которых Надо Попечь И Ничего Плохого В этом Нету Почему И Этим Не Заняться Как-то Ну Когда Второе Говорят Это Препятствующие А Здесь Не Препятствуют Нормально Живут Они Не Против Ничего Хотя И Не Верующие Я Должен Помогать Благодарю Да Недавно У меня Моя Родная Сестра Спрашивает Братка Зовет А ты Работал На корабле Когда Ты Ж Деньги Высылал Я Говорю Каждый Месяц Дома Отец Мать Я Ничего В этом Не Вижу Это Настолько Естественно Каждый Месяц Сколько Нужно Там Сколько Отправляешь Домаш Домаш Домашнее Бывает Бывает Лучше Лучше Давать Нежели Принимать Все Домаш Домаш Сидят Затихло Все Домаш 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 Нельзя всех бросать, вот о чем сейчас говорил мужчина, нельзя их бросать и оставлять, вот, сказать, ради Христа я пошел подвязаться, а вы здесь как хотите, что вы такие. Так вопрос вообще, если все знаешь, я могу только сказать Аминь, Гангерский собор, тут все сказано. Тут роль играет, препятствуют они родственники или не препятствуют. Если препятствуют, то не грех их оставить, а если не препятствуют, то грех оставить. Вот и вся разница. Да и про это там не сказано в каноне. Препятствует, не препятствует, не оставляет написано. еще же есть другое например тебе господь указал как мне переехать мне родственники сильно не препятствовали то есть они говорили что вроде как не доверяют а так чтоб препятствия какой-то стали они меня не ставили а господь указал сюда переехать все я до сих пор по сей день здесь нахожусь ты росли кого-то высылай потихонечку но все равно как когда тихо из корабля эти вопросы тут и вопросов то никаких нет нужно чтобы поить кормить да как они препятствовать слово сказали это разве препятствие препятствовать это нужно что-то как-то власть иметь и храм нельзя ходить или просто а просто сказали не согласно это никакой роли не играет и обязан заботиться поить и кормить все опять же скажу в моей жизни не было такой ситуации ни разу чтобы я бросил из-за того что я не помогал потому что но не было куда настроишься так господь и поможет тебе вот так но по второй части когда препятствуют пример это приведите жизни когда господь говорит кто если соблазняет тебя то лучше одному войти в царствие боже нежели вдвоем быть верным геену огнену как это на практике применить по отношению к родственникам которые как они могут препятствовать как муж говорит не пойдешь церковь иначе зарублю она шагнула руби не больше этого он никогда не препятствовал она показала что она не боится христос для нее дороже и все все препятствия кончили я вот такой пример помню еще какие не знаю что то проведет но у меня все таки с работой переживание только что я хожу я знаю что воруют конкретно знают мне говорят сделай смету я сделаю потом ее умножают на 2 и отправляют куда то есть я моими руками беззаконие не делается но я же в лодке в одной с ними в компании работают знаю их это не выдаю что они там обманывают зарубежной компании то есть я соучастник получаюсь даже по мирскому суду меня можно привлекать за это но если ты так себя чувствуешь совесть тебе подсказывает значит надо уйти поменять работу куда уйти вот куда не копнешь везде такое работал в крупной компании там благотворительность то же самое благотворительность завязано на тариф тариф дали в регионе значит держите деньги не дали значит детишки без этого останутся ничего обойдутся то есть куда не судишься везде какое-то беззаконие и совесть везде обличает вот я не могу понять где работа купить доме совхозе в деревне и работать вам на поле надо молиться и уходить надо молиться шоу вообще просто решать этот вопрос нельзя участвовать делах тьмы написано а бог бог то не оставит он же наоборот видит давай сергей распускай посту если до такого дошло уже у тебя тут и тогда переговори с начальствующим составом и все если ты им нужен пускай тебе что-то подыщут там у тебя где-нибудь у нету участие может это у тебя какие-то думки я говорил с ними уже по два часа пытались не объяснить что они не воры еще больше увязали кто что они воры воды и мы не на чем разошлись просто я теперь правдороб они ну видно тут дело ясное что дело темное как говорится без полулитвы не разберешься все понятно у тебя же брат играет тоже такие же на работе документами занимаюсь совесть обличает что без этого никак ну я там я там многого не додумываю просто и все я в этих делах там каких-то не участвую я ничего не знаю вообще ничего я туда не лезу я делаю свои документы еще мне вот дали показали сколько у меня золота по бумагам я передал государству я на них делаю отчет другое дело что в этом отчете я галиматью просто несу вот и все а то что там ну как галиматью галиматью который никто не поймет потому что я профессионал этом я это там так закрываю чтобы все было красиво это коммунисты нам оставили эту систему я в ней до сих пор работаю все так чё куда по-другому как деться иначе вообще предприятие закроют поклончик коммунистам ладно чтоб кто никто не соблазнялся скажу допустим мы переработали 300 тысяч кубов породы а мне надо по отчету написать что 350 кубов породы кому какая разница сколько мы переработали скажите мне золото то мы сдали вот они документы мы показали отвезли на финальный завод золото государству мы показали вот оно золото за него заплатили налоги дальше что еще с нас брать так за каждую там кубометр они тебя будут как говорится сандалить будут наказывать там штрафы и так далее и приходится писать столько сколько им надо ну иди разбирайся теперь с кем разбираться то да и деньги то не государства самого предпринимателя который работает там частника серёж ну чё давай вались поистину достойно прославлять тебя богородицу всегда блаженную и непорочную и матерь бога нашего ты достойно большей почести чем херувимы и по славе своей несравненно выше серафимов ты без нарушения чистоты родила бога слова и как истинную богородицу мы тебя величаем я не вижу кто тут кто тут есть вот нажмите вот андрей недоступ здесь или нет пусть помолится господи благодарим тебя за эти занятия за это мирное время в которое мы имеем возможность собраться пребывать в учении по слову твоему дару нам пребывать заповедях твоих святых любви к тебе и ближнюю господи благослови всех участников этой группы и найди новые души распусти нас миром и все сегодняшнее услышат на дару нам применить к себе слава тебе отец сын и святой дух де веки вечная аминь амини